И снова привет всем подписчикам. И слушайте, у меня тут на канале какой-то трэш происходит. Сначала плагиатор был, а теперь какой-то, не знаю, пользователь гугл зарегистрировал канал с моим ником, да ещё и мою аватарку поставил. Только криво немного, не смог даже нормально вырезать, видно, что это фейк. И, короче, начал от моего имени спамить в комментариях. Стал зрителям от моего имени всякую чушь писать. Так вот, чтоб он вас в заблуждение не вводил, я его забанил. И комментарии все его ж не удалил, которые нашёл. То, господи, он там такую чушь подописал. Это раз. Раз уж я тут вначале про плагиаты заговорил, опять плагиатисты начали. И угадайте, какой именно видос? Да-да, того самого Львум Буритп. Опять. Только на этот раз уже другой пользователь. А не снова тот, который три раза уже у меня это видео плагиатил. Ну ладно, сейчас закончу снимать, обязательно страйк отправлю. Ну ладно, перейдём давайте уже к основному ролику. Итак, о чём будет видео? Знаете, недавно тут наткнулся на такой канал, называется он Shiro Geek World. Там парень делает обзоры на лего и всякие его аналоги, лего совместимые конструкторы. Он рассказывает всё подробно, объясняет там все функции, какие есть, полностью делает обзор на все мини-фигурки. Что мне у него нравится, так это то, что он указывает все преимущества и недостатки, как у китайского лего, так и у оригинального тоже. Но больше всего мне у него понравилась рубрика «Трэш лего из Китая». Вот это вот да, чё у него там только не было, это надо видеть. Если хотите посмотреть тоже, ссылочку на канал я оставлю в описании. Ну так вот, и вот смотрю я у него эти ролики про трэш лего из Китая и тут вспомнил, а у меня же тоже такие есть. И я подумал, а почему бы мне их вам не показать? Итак, вот они. Это у нас наборчики по Ниндзяга от Лепку. У нас тут марка, а Лепку как раз один из самых этих обругиваемых. Он очень часто эти Лепку обругивает, потому что там реально трэш какой-то. Ну, вы видите, коробки тут у меня потрёпанные, потому что старые тут наборы, и они тем более не мои. Их моему брату на день рождения дарили ещё 15 февраля, и лежат они давно. Поэтому и маленько поистрепались. Так, вот здесь у нас Джей и дракон его, так полагаю. И на обороте ещё вон другие всякие наборы этой серии. Вся серия здесь нарисована. А здесь Коул и тоже дракон его. На обороте тоже нарисована вся серия. Но всю серию, разумеется, я не хочу собирать. Потому что эти-то два набора, ну фигня фигнёй. А уж остальные, я думаю, ничуть не лучше. Ну, давайте теперь посмотрим на детали. Нарочно всё разобрал, чтобы потом собрать с нуля. Тем более, мы этого дракона не дособирали. Уже не помню, какой-то косяк произошёл. То ли деталей не хватало, то ли чё-то ещё. Ну, в общем, сейчас походу и разберёмся. Ну, что сказать о деталях. Выглядят они хорошо. Качество пластика тоже нормальное. Да и цвет у них такой интересный. У оригинального Лего редко такой встретишь цвет у деталей. Вот очень много, кстати, тоже интересных таких вот деталек. Например, огонь. Огонь, кстати, тоже хорошего качества. Он не тусклый, а очень даже нормальный, яркий. Ну, не такой яркий, конечно, как оригинальный был бы. Но всё равно, есть большие вот такие вот языки пламени. А есть маленькие. И тоже маленькие, кстати, тоже нормального качества. Так. А вот красные пины не очень. Вот они-то как раз маленько тусклые. Ну, зелёный тоже тускленький. Бывалый получше. А вот ещё из деталей мне понравились вот такие вот зелёные мечи. Интересные тоже детальки. Я уже говорил. У оригинального Лего вроде тоже нету таких. Так что, в принципе, если сейчас смотреть, то не так уж пока всё плохо. Детальки такие нормальные. Даже есть интересные. Ну ладно, давайте пока собирать. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прикрепиться Вот Ну что ж, ладно Как-нибудь попытаемся А, все, я понял Я просто не так собираю Да, почему вы скажете, что я не понял и просоединил неправильно Я вам объясню потом, когда закончу собирать Вот и следующий косяк Меч вот здесь не держится Он просто вываливается, блин Он здесь держится, но кое-как Прям, можно сказать, на соплях На одно неосторожное движение, и он вылетает Ну что ж, ладно И так сойдет, как говорится Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опа! Вот оно что Вот из-за чего мы тогда не смогли завершить строительство Так я и знал У нас здесь действительно нехватка деталей Ну, слава богу, эта деталь не какая-то там заковыристая А такая, надо сказать, достаточно заурядная У меня есть такая деталь в запасе Сейчас найду Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И в результате сборки у нас получается что-то вот такое Да Но, ладно, обругивать, ну, я буду позже, когда соберу второго дракона Сейчас скажу, почему я ошибался, часто вы замечали Ставил, например, не те детали или еще что-то Я вам скажу Да все дело вот в этой дурацкой инструкции Во-первых, она черно-белая Непонятно, какой тут цвет надо ставить Вот именно из-за этого я ошибался Ставил детали не того цвета Благо, хоть коробка мне помогла На ней правильно цвет изображены детали А так вообще нихрена непонятно, какие их надо ставить И, наконец, она еще и не только в этом плане непонятна А еще и в плане того, что она неподробная Вот, сами посмотрите Пятый шаг Ну, вроде все нормально Здесь переход головы к этому Но шестой шаг Здесь вот сразу нарисован хвост Непонятно, как его делать, этот хвост, вообще Ну, благо, я не лох и додумался А то ведь некоторые люди могут и не додуматься В основном-то все нормально Вот как сделать лапу здесь расписано И как все остальное сделать тоже здесь Расписано достаточно подробно И с заключением у нас остается Четыре вот таких вот язычка пламени лишних Которые никуда не надо крепить Они здесь просто есть Но они здесь не нужны Да Ну, хорошо Переходим теперь Ко второму набору Взглянем-ка на детальки И да, кстати Я деталь-то ту, которую сказал, что не хватает Взял вот отсюда Просто я их тут перепутал Когда разбирал И деталька из одного набора Случайно попала в другой Так Ну, здесь что мы видим Здесь у нас У обычных деталей Качество нормальное Ну, исключение составляют Вот эти вот два Синих огонька пламени Они очень тусклые Прямо жутко тусклые Цвета в них вообще почти не чувствуется Ну Что ж Это же Лип-Кью Давайте собирать Да, и как вы поняли Инструкция у нас такая же Черно-белая И нихрена непонятная Ну что ж Попытаемся как-нибудь Попытаемся как-нибудь Та-дам Первый косячок Здесь у нас две одинаковых детальки Они должны вот так вот стоять По разные стороны Но Увы Они одинаковые совершенные Поэтому не получится Ну Ладно Что-нибудь придумаем Пускай они будут соединяться Вот эти вот низом А не верхом Как нужно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Итак, ребята, вот вам и косяк Этот синий огонь Сюда влезает Но он здесь вообще не держится О, вылетает просто Ну что ж, ладно Соберу без огоньков Потом как-нибудь Попытаюсь их, конечно, Откнуть, Чтоб показать Результат Ну ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну и к концу сборки мы получаем вот такую вот хрень. Выражать мнение по поводу нее я буду чуточку позже. Сейчас хочу сказать про инструкцию. Да, она такая же черно-белая. Здесь, ну хотя бы она более-менее понятная. Но здесь другой косяк. Здесь по сборке, если все точности в инструкции следовать, получается, что два крыла, они как бы получаются разные. Получится тогда вообще не то, что нарисовано на коробке, а совсем другая постройка с двумя разными крыльями. Это не круто. Поэтому я не стал собирать по инструкции, как там было два разных крыла. Хоть у меня тут и немного лишние детали остались, но крылья зато одинаковые. Да. Ну ладно. Итак, у нас имеется теперь вот несколько таких вот лишних деталей, кроме огоньков. Да. Ну а теперь буду уже говорить о драконах. Конкретно. Беру только вот голубые огоньки, потому что они не влезают. Итак, я говорил, что у... Ай, блин. Отваливается. Вот про это я тоже сейчас скажу. Вот я говорил, что качество у деталей такое нормальное. И по цвету они нормальные, и вроде все нормально. Так их собрал я вроде тоже нормально. Но почему же я говорил в самом начале, что у меня есть именно трэш, такой лего скидает? Да потому что они стрёмно выглядят. И глупо. Вот чё это вообще такое? Один джеевский дракон чего стоит? А коллуский вообще хрен знает что. Это вообще жук какой-то, а не дракон. На дракон это вообще меньше всего похоже. Ты, блин, вообще чё за драконы? Один без крылый, другой без лапый. Начнём с джеевского. Почему? Вот, во-первых, у него отовсюду торчит огонь. Вопрос зачем? Зачем он тут отовсюду торчит? Ему здесь не место вообще этому огню. Разве что из хвоста вот тут уместно. А вот из лап и здесь, и здесь. Ну вот скажите, на кой столько его пихать сюда? И ещё одно. Здесь во-первых, я уже говорил, меч здесь один держится на соплях. Вообще, можно сказать, практически не держится. А вот эта вот лапа тоже держится плохо. Вот чуть не так и она отваливается. Ой, кстати, вон тут и заусенец на детали есть. Да-да-да. Да, что-то я его сразу не заметил. Да, и лапы, они, я уже сказал, вот это вот, точнее, вот это вот лапы, нихрена не держится. И могут ещё вот эти вот крепления отвалиться, благодаря которым они крутятся. Благодаря которым они крутятся, вот эти вот лапы. Ну, а в целом-то лапы сделаны неплохо, вот мне вот эти вот детали понравились. Ай! Как я уже говорил, нихрена не держится. У меня ещё есть терпение ремонтировать это, а то я мог бы как Шира сейчас психануть и разломать этого дракона. Я бы даже сказал не до дракона. Так вот, что я хотел сказать про лапы. Лапы мне понравилось, как сделаны. У них такие вот детали прикольные. Такие детали у меня на безногом папаше есть. Вот эти вот детали прикольные используют для самоделок. Вот для каких-нибудь там можно насекомого какого-нибудь там допустим сделать вот с этими вот лапами. Или у какого-нибудь монстра сделать ему тоже вот эти вот лапы. дракона. Так что если вам какие-нибудь прикольные детальки для самоделок нужны, то для этого купить данный набор можно. Ну а если как постройку, то разумеется не покупайте, потому что это какой-то вообще трэш. Я не знаю, что это вообще такое. И напоследок, вот я еще забыл сказать. Вот что это такое вообще? И это типа поводья, что ли, за которой Джей держит дракона? Тогда почему они в разную сторону смотрят? Тогда надо было их сделать хотя бы в одну сторону. Вот так вот. Вот так вот уже хоть получше. Да, лапа отвалилась. Ну, в общем, мы завершаем обзор дракона Джея. Перейдем теперь к недодраконишке Коула. Вот посмотрите, господи, какой, во-первых, он мелкий по сравнению с драконом Джея. Ну, потому что дракон Джея более детализированный. А у этого детализация я смотрю хромает. Вот разве что на крыльях нормально. Вот только не знаю, на кой надо было на крыльях вот эти вот детали приделывать. На кой? Понятия не имею. Я уже сказал, этот дракон напоминает какого-то жука скорее, а не дракона. Но здесь у него хотя бы таких вот косяков нету, в том смысле, чтобы детали здесь везде отваливались. Здесь единственное, что не держится, это синие огоньки, которые должны по идее вот тут вот быть. Но они не держатся. Они не держатся вообще, они просто отваливаются. Вылетают сразу. Вот такой вот тоже не до дракон. Ну, хотя бы у него тут тоже есть детали, которые вам для самоделок бы пригодились. Очень много прикольных деталек. Хоть поменьше, чем в джеевском драконе, но тоже ничего. Нормально. Итак, с драконами мы покончили. Перейдем теперь к мини-фигуркам. И начнем, наверное, снова с Джея. Итак, что мы видим? Принты на торсе сделаны достаточно аккуратно, а вот на поясе уже съехал принт. И собственно на ноге тоже. Хотя непонятно, может это на торсе наоборот съехал? Да-да, это все-таки съехал на торсе, а на ногах на своем месте принты. Ну, что поделать, это шлепкью. Но зато хотя бы принт в нормальном качестве выполнен. Никаких замазок нету, ничего прочего. все здесь четко красиво видно. Молодцы. Так, дальше. Вот на этой вот у него бандане ниндзя и что тут черный свет, он очень тусклый. Черный цвет, точнее, свет сказал вместо цвет. Короче, он тусклый. Он очень-очень тусклый. вот на самом торсе и на ногах он нормальный черный цвет, а вот на бандане тусклый. И, кстати, вот синим цветом видно, что они красили, потому что тут наляпано синий цвет, вот здесь вот видно. Здесь очень много наляпано синий краски. Посмотрим на лицо. Да, лицо у него, конечно, не из лучших. видимо он жутко устал и не хочет идти в бой. Да, если бы я тоже точно так же я бы поднялся, например, ни свет, ни заря и меня в бой ведут, как это Джей сражаться там, не знаю, с каким-нибудь скелетами или прочей фигней, то у меня, наверное, лицо было бы такое же. Но оно хотя бы держится вроде нормально. Не съехано никуда. Оно на своем месте. Это хорошо. У него здесь также он за спинами есть ножны с мячами. За спиной, точнее, за спинами сказал, блин. Так, их можно вытащить. Кстати, мячи здесь в ножнах держатся нормально, а вот в руках не очень. Если ставить и ничего нет, то вроде нормально, но вот я когда снимал мультфильмы, вот так вот хотел за меч опустить, чтобы руку тоже, он вот так вот вылазит и имел привычку постоянно выскакивать из ладоней меч. Вот я там просто задолбался, пока снимал эту анимацию. Да, кстати, я не сказал, фигурка Джея вам уже знакома, потому что я ее в анимации использовал, забыл сказать с самого начала. Так, вот такие вот дела. При этом оригинальные мини-фигурки такой фигнё не страдали. У них все держалось нормально, ни разу меч из рук не вылетел. Так, но подождите, это еще не все, это не все, у Джея еще есть, так сказать, свое оружие, собственное, кроме мечей в ножнах. Это вот такой вот меч большой. Ну, что это за меч такой? Я уже знаю. Если посмотреть на коробку вот здесь вот, то видно, как Джей здесь у нас изображен, сражающийся с Джином Надаканом и его пиратами. То есть, если посмотреть на эту картинку, можно понять, что набор этот походу сделан по шестому сезону с пиратами, это у него, не помню, я уже как называется этот меч, клинок душ, что-то, не помню, уже что-то вроде того. Да, это типа у нас клинок душ. Но, если это клинок душ, он должен быть цветной и прозрачный, а здесь он просто серый, просто серый и некрасивый. Так что непонятно, что вообще, что это такое, это как будто не клинок душ, а самый обыкновенный меч. Да. И Джею надо усадить на его дракона. Давайте я сейчас это сделаю. Давай. Паршивец ты, а не дракон. Все-таки я психанул. Ну, теперь у меня детальки для самоделок есть прикольные. Вот и не стало одного не до дракона. Ну, он все равно был трешовый. Так, а где фокус? Так что переходим теперь к Коулу. Итак, вот фигурка Коула. Смотрим. Да, в отличие от Джея, принты здесь, сихоти тоже нормально сделаны, но их почти не видно. Их почти не видно. Серьезно. Вот бандана, так как она чисто черная, здесь ничего не намазано, ничего здесь не замазано. Принт, кстати, даже есть. Довольно тоже хороший принт. Вот здесь на данный момент съехал принт на ногах. Он съехал чуточку вверх. И на пояс тоже, он к торсу съехал вверх. Да, это плохо. Точно так же есть мечи в ножнах, и они тоже хорошо держатся, хорошо держатся в ножнах, но плохо держатся в ладонях. Так, сглянем на лицо. Ну, лицо у него тоже такое себе, и оно еще, кажется, чуточку съехало вниз. Могли бы ему брови маленечко по-другому сделать, чтобы было видно все-таки, что это кол. Да, съехало немножечко лицо вниз, конечно, потому что он глаза залазит за бандану. И у него еще тоже есть собственное вооружение, это парочка саев. Вот такие вот. Да. Фу-фу-фу. Но, однако, в качестве отдельной вишенки на торт, мне в этот набор подложили еще одного ковула. И этот ковул, надо сказать, по трешове первого будет. Во-первых, у него здесь хреновый принт на бандане. Это раз. Во-вторых, принт на лице еще ниже съехал. Господи, смотрите, какой у него большой голый лоб. Это вообще пипец какой-то. Это шесть. Что это, блин, вообще такое? Зачем это существует, как говорит Широ. А вот только в этот раз порадовали принтом на ногах. Зато он никуда не съехал. Он на месте. Ну и точно то же самое. Мечи в ножнах держатся, в ладонях не держатся ни хрена. И есть еще сай. Ну, разумеется, два сая. Один я просто где-то проекал. Ну и хрен с ним. Полно таких саев купить можно на Алиэкспресс. Да и в других магазинах попадаются тоже. И вообще-то из этих двух можно собрать нормальную фигурку. Вот здесь торс был нормальный. Вот тут я хочу сказать, тос маленечко здесь, если присмотреться внимательнее, какие-то замазки есть на торсе, что здесь ноги нормальные. Если ноги поменять им местами, то что-то нормальное вот можно как раз получить. Вот более-менее нормальную мне фигурку Коуда. У нас теперь есть две фигурки нормальная и дичь. Две вот такие вот фигурки. И фигурку нам надо тоже усадить на этого недодракона, у которого вылетают огни сзади, который вообще на жука похож. Давай, сажайся. Фу-то, садись. Садись уже. Нет, ребята, он не хочет садиться. Ну, разумеется, кто же будет садиться на такую хрень? Да. Вот такая вот дичь. Но, ребята, это еще не последнее, что я вам хотел показать. Покажу еще кое-что перед тем уж, как закончить видео. Вот нам как-то на Новый Год, точнее, Андрюхе скорее. Мама тоже китайский конструктор подарила, только он уже не Лип-Кью был, а Кого, по-моему. Да-да-да, Кого, и был он по Звездным Войнам. Там у нас было несколько микрофайтеров, ну, мелких корабликов, похожих на микрофайтеры, и пара пушк еще была таких отдельных. Но ругать я собственно их не могу ни за что, жалко, я только не могу показать вам эти микрофайтеры пушки, потому что они уже перемешались, в общем, конструкторы, мы их туда все закинули. Я вам скажу просто минусы, какие там были. Там не хватало одной детальки, и пушки, пушка одна, точнее, она просто постоянно разваливалась, у нее отваливалась одна деталька, плохо там она крепилась. Но ругать так что постройке почти что не за что. Отругать я хочу мини-фигурки. Сейчас я вам покажу почему. Посмотрим на них сзади. Вроде фигурки как фигурки, ничего примечательного. Принтов нету, поэтому все чисто, и вроде как говорится тишь да гладь божья благодать. Но как говорится так тихо бывает только перед бурей. Сейчас мы их перевернем. Опа! Во! Что? Что это вообще такое? Кого китайцы пытались изобразить из серии Звездных войн? Клонов? Тогда хотя бы шлемы могли бы клоновские поставить и нормальные доспехи, а так это вообще непонятно кто. Это вообще кто такие? Вот сейчас сниму шлем, чтобы посмотрели на плит на голове. Вот господи! Кто это вообще такой? Что это за страхолюдина? Непонятно вообще. Ну принт на торсе на удивление он хоть и такой стрёмненький, но сделан нормально. Хорошего качества. А вот у второй мини-фигурки он немного скошен и покорежен. Немножко. Это хотя не знаю с самого начала он был такой или просто от хранения уже. да эти мини-фигурки только на касты выпускать. Больше они ни на что не годятся. Господи! Непонятно вообще зачем это сделали? Зачем это вообще люди покупают? Господи! Существуют же нормальные аналоги! Понятно! Там где нормальные там и трэшовые. Ну это был мой первый выпуск трэш-лега из Китая. Если вам понравилось ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И может быть скоро выпущу еще одно подобное видео. субтитры субтитры